Родить ребенка в колонии решаются не все. Как правило, сюда попадают женщины, будучи уже в положении. На территории зоны с 1965 года работает дом матери ребенка, где мамочки проживают со своими детьми, пока тем не исполнится три года. А потом две перспективы. В лучшем случае дети отправляются домой, в худшем их ждет интернат. За последние четыре года 27 малышей оказались на попечении государства и только 17 забрали родственники. Сегодня в доме матери ребенка второй исправительной колонии 65 детей. Получить право жить вместе с новорожденным могут не все. Некоторые женщины используют это в корыстных целях. Нам не нравится, когда какая-то выгода мамочка ищется, и послабление режима. И в принципе в истории такие случаи были, когда рожали специально, чтобы иметь послабление, к сожалению. Но в данный момент такого нет. Как вырастить и чем обеспечить? Этим вопросом сегодня задаются осужденные мамы, на попечении которых не один ребенок. Помогли решить проблему с материнским капиталом районный пенсионный фонд и администрация колонии. В течение года они собирали документы по всей России. Преодолели немало трудностей. Не было в личных делах свидетельства о рождении первых детей. Делали запросы по другим ребенкам и, как говорится, собирали. Шесть осужденных женщин наконец получили государственный сертификат на материнский капитал. Потратить более 350 тысяч рублей они могут на жилье, образование или накопительную часть пенсии. Впрочем, если срок у женщины большой, это тоже сегодня не проблема. Если даже они будут сидеть, три года исполняются, и у них есть могут по доверенности или сами лично использовать именно это право. Осужденная Ирина Шияпова уже решила, деньги пойдут на учебу детям. Срок у нее не маленький, почти 10 лет. Осудили за продажу наркотиков. Сертификатом распорядится ее мать. Я как раз буду освобождаться. Этот второй, вот у меня, Виталик, пойдет только в школу. Старший уже будет учиться. Это первая, но не последняя акция. Организаторы обещают отныне следить за тем, чтобы каждая, пусть даже осужденная мама, имела право и получал государственную поддержку. Юлия Литвинова, Александр Можанов, Вести Мордовия, Зубополянский район.